Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас номер 259 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец 27 августа 2016 года и далее малая часть того что сегодня опубликовано об этом человеке событий что он натворил за 20 лет в россии и в церкви чему все подошло пишет наталья 1 мир вам спаси господь за сообщение сайт очень нужный многое узнала вашей общине очень понравилось понравилось наверное вот здесь все таки слов не нахожу все у вас по-божьему хотелось бы чтобы все человечество так жила и спасалась дай бог вам многое лета спаси господи вас вот события дня речь идет о дне просто сравнить жизнь городского человека деревенского никак не приходится сравнивать деревне это труд вот сейчас уже начинается гляжу у барабаша горох собрал на улице вываливает забота прикрыть тут гречка рядом пшеница овес что-то с обсом он тут это так он фермер то там 200 гектаров чем-то всего а вот у долгого 7500 тысяч гектар гектар гектаре 100 соток вот сажаешь картошку сколько соток у тебя 5 10 20 ну и один гектар примерно прикинь теперь умножь на 7000 и все убирать надо забота непогода пошла все пропало никак нельзя выехать сырое ты не будешь брать а то комбайн есть которая сушит не насушишься это нельзя высушить зерна намокли кукуруза прекрасные початки и этой кукуруза пропала там сотни гектаров вот на все смотришь как здесь себе применяешь мы-то какие труженики по сравнению с теми которые были до нас с утра до вечера да мы работаем вчера небольшой оплошин сделал гвозди вытаскивать но иногда выделка не берет потому что шляпка у гвоздя испорчена на простате от начал щипцами щипцами берешь и тянешь и давишь снизу щипцы двумя руками давишь вот так вот рука держится а не вижу там плохо видно скрывается гвоздь торчит здесь шляпки то и как тот оторвался а об этот я всей силой кайбы что тут то не раздробил хотя палец сильно повредил вот пожалуйста так это плохо конечно плохо молишься бывает оплошность на лекарство я вчера посмотрел которые нам в лагере бумагу дали 39 названий там вплоть до покрывала какие-то медицинские то есть совершенно человек мертв 39 какие приборы там жгуты живет человек в африке ни одного нету потерявки 200 лет и ни одного врача тут не было рожали не два не три человека на поле ну какая там стерилизация какие там нитка какая есть дратва перетянул пуповину живет человек живет и жили и радовались и народ прирастал 35 миллионов живой прибыли каждый год и сейчас дохлое население буквально все стонут больницы переполнены я больницы не хожу поэтому смотрю на это отрицательно всеобщий диспансеризации как-то про мелькнула такое это уходят все больные а что же там делать то я даже не представляю на курорт в санатории поехать все чужое простынь чужая еда чужая ложка чужая постель чужая люди чужие еще сравнивать с тем когда ты дома все свое рядом меня голуби там скотинь альберт швейстер лауреат нобелевская премия он работал с прокаженными каждому ставил отдельную палатку и говорил что ты любишь что и имей вот рядом с ним коза привязанная то есть еще на каргане по другому работает когда он живет без страха свободно и вот из ничего буквально лепишь все слепляю чтоб мы работаем хорошая шпала вначале внутри там мелью надо выскоблить заново протравить и вот подкладки под рельсы железные тяжелую и прибита двумя большими штырями попробовал сюда не тут то было уже дорожников у них такое как в виде выдерги длинная то в рост человека огромная тяжелая если этого нет начал выдирать еще не могу но подошел михаил кармаев он всю жизнь поработал на железной дороге он делает совершенно не так как я делаю я вытаскиваю давай забивать этот штырь его расшевелил и далее начал все вытащил на две подкладки 4 штыря все сделал эти что значит опыт поработали рядом яблоня сорвали яблоки перекусили вода рядом своя ни от кого независимое попили вот сейчас пост кончается сегодня вчера последний день мы всем лагерем у нас в лагере сейчас я володя никита и михаил все подготовились как могли на исповеди были сегодня уже двадцать восьмое успение божией матери причастись чтобы все вместе желтворящих тайн господний все свои во время исповеди в другой комнате в храме есть исповедь а мы в притворе за дверями и считает канон покаянный ангелу хранителю божией матери христу положено так мы считаем что ты ухватишь у нас правило деревенские по деревне ехать 5 километров не больше 5 ну понятно это быстрый шаг человеческий но отрок вчера один гляжу а под ним почему потому что жижение асфальт и во-первых опасно и дети выходят дороги выскакивает того в деревне по трассе вы километров 50 это в 10 раз больше пылища такая подходим подходят сестра не алила спрашивает а у нас какое правило сколько я не понял сразу к чему она пыль поднимется столбом ему ехать до дому здесь но не больше 50 метров и он на такой скорости такое пылищу поднял уже в гараж заехал а пыль все еще стоит ну правильно мы стоим со старостью церковным пошли к нему поговорить ну поговорить и он такой разговаривать не стал рвется домой но мать идет поговорили вот маленькие история события как это разрешить молитва кончилась только она меня подзывает из храма я остаюсь сейчас будет батюшка считать вступление к покаянию там все это объясняешь что я только свидетеля прощает бог вот евангелие крест вы перед ними свидетельствуйте и то другое она меня вызывает простите я думаю что она простите мы тут постараемся разобраться кто когда еще разбирается потому что не говорится здесь другое после молитвы еще и с ним поговорить с праздником и вас все палец повредил я так по молитве чтобы не заразилась гвоздем разбил ну все с богом аллилуйя да с богом проверять сестра татьяна капустин старшая сестра эти у нас события мы сами люди то небольшие и события маленькие вот сейчас сегодня хотел ролик составить на ответ который дал митрополит местные алтайские серьги по запросу русская народная линия обо мне они спрашивают и до этого уже промелькнула тоже в печати и несколько слов там разница какое правильно ну какое второе потому что тут фотография русская народная линия ну-ка иди сюда вот он у меня какое растет буско вот она какая а вот она вот так как будто бы ничего особенного и нет но жизнь продвигается вперед этого другого нет задвижка я говорю кто украл задвижку дом был одно другое говорит замка то не было там никто не жил 13 лет заходишь даже окурки были люди приходят ночью воруют овечек а овечки рядом они овечек с собой забирают все время овечек воруют и там в кустах голову там разы находят и тоже убивают а счеты сделаешь ничего не сделаешь без бога богу доверяешься и бог это охраняет и допускает что-то сегодня сколько скидывает от я запутался такой-то жена ребенок ну и венщины не венщины там хусейн какой-то и что да вот доходит до развода вот мы ругаемся и я сразу иду и напиваюсь и помогите не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь златоус как я не помогу говорят семья царская была примером царь николай александр и дети эти как примеры даже в жизни нашей бывают где-то посмотри слуги говорят никогда не слышали даже повышение голоса но у них ну не было такого что как у нас больше больше что то есть и вот какие наши события вот мы начинаем все это уже завтрак встаем 440 сейчас 6 утра звонит сестра проверяет вчера закончили мы после храма после исповеди положили и опять на работу суббота перед воскресеньем и в 10 уже в темноте только закончили работу необходимо тут работа работа и работа и ни одного матерка лету не недовольство все знают что то на себе все тащишь и укладка там какая боишься как бы дождь не начался вот так приготавливаемся уже приезду митрополита на день престольного праздника 16 сентября после 16 можно тут копать картошку начнем и другое маленько заходим в интернет посмотреть какие наши ресурсы сейчас посмотрим немного что-то еще не включаюсь интересно куда все делась хотел показать откуда все отключилась еще нет интересно довольно самому даже интересно вообще ничего нету куда что делась ресурсы все вот так интересно сейчас только разговаривал еще нету хотел показать какие пришли сведения ну значит на этом все уже отключили интернет ничего и нет сейчас храма ти богу нашему слава ловите веков аминь